Вот предупреждали же литовцы русские корабли. К вам грядет, извините, пис-дец. Причем буквально. Нет, это не мат. Это просто наши давние друзья вот так вот креативно назвали морской беспилотник Камикадзе, на который они собрали 250 тысяч долларов. Пис по-английски означает мир. Ну а детц это, наверное, такой намек. Но вероятно, даже литовцы не подозревали, насколько быстро их шутка про пис-дец воплотится таки в реальность. Просто посмотрите. Вот эта маленькая вспышка на самом деле ослепительная победа Украины. Потому что взорвалась крайне важная нефтегавань Шесхарис в Новороссийске. Там черное золото России грузят на танкеры и таким образом кормят бюджет и армию. Ну, вероятно, они думали, но там уж их точно не достанут. Потому что расстояние, конечно, не шуточное даже для лучших украинских ракет. А традиционного флота у нас, ну, будем откровенны, по сути, как бы и нету. Плюс, чтобы хотя бы доплыть до Новороссийска, надо как-то прошмыгнуть мимо Крыма и целого Черноморского флота. И тем не менее, на месте нашли обломки морского беспилотника Камикадзе. По крайней мере, так сообщает издание МЭШ. А где же были русские корабли? Почему не защитили? Да потому что их самих бы кто-то защитил от этих дронов. Смотрите, как они недавно атаковали Черноморский флот. Теперь они лишний раз из Севастополя даже и боятся выходить. Транснефт, конечно, ответила. Вы все врете, не было никакой атаки. Понять-то их можно, потому что тогда придется признать. Владычество Кремля над Черным морем накрылось тазом. Украина одерживает победу, причем сверхновым вооружением. Был ли это именно тот самый литовский дрон, пока неизвестно. Но, скорее всего, еще нет. Поэтому этот писдец все еще подкрадывается к русским кораблям. Кстати, литовцы вошли в кураж и скинулись на еще два дрона. Просто зацените их название. Миру-да. То есть пис-да. И еще один дрон называется Мирный Дюк. Дюк означает граф. В результате получается пис-дюк. Кстати, почти одновременно урон понесла еще и газовая отрасль России. Под Питером было ой, как горячо. Это горит магистральный экспортный газопровод. Получается, и нефть, и газ, то есть главные источники дохода кремлевского бюджета, таки познали силу Бавовны. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!